Девушки отдыхают Готовы? Тогда вперед! Шведский мультигейминг Epsilon Esports последовал примеру своих земляков GodSend и Fnatic и объявил о создании собственного молодежного состава по Counter-Strike Global Offensive. Новая команда получила название Epsilon Hype. Защищать святая именитая организация будут пока еще не сильно известны, но очень перспективные игроки под никами Hampus, Rusty, PowerPute, Perzen и Link. Последнего не стоит путать с известнейшим дотером, хотя его тоже зовут Линус. Тренером пионер отряда станет Феликс Хедлунд по прозвищу Felpa, который отметился выступлением из-за Сацыки Клюбен. По мнению руководства Epsilon, создание молодежного ростера выведет организацию на совершенно новый уровень, не говоря уже о перспективе внести значимый вклад в развитие юных талантов. Как знать, может быть уже через пару лет шведский молодняк будет отжигать на мейджорах. Время покажет! Удачи, что ли? Заговорила о Швеции, вспомнила еще одну очень важную новость. Компания DreamHack анонсировала турнир Powder Watch, который пройдет в рамках зимнего DreamHack Winter 2016 в шведском городе Йончетинге с 25 по 26 ноября. Всего за чемпионский титул и 50 тысяч долларов призовых сразятся 8 сильнейших команд североамериканского и европейского регионов. Квалификации для коллективов из Европы пройдут с 9 по 10 октября. Для американцев днем позже, с 11 по 12 число. По итогам отборочных соревнований по две команды из каждого региона получат путевки в основной этап турнира. Четыре оставшиеся квоты достанутся посетителям DreamHack Winter, которые удосужатся принести на фестиваль собственные компьютеры. Путевки будут разыграны 24 ноября. Основная стадия чемпионата пройдет по вполне стандартной схеме. Сперва участники турнира традиционно сразятся в групповом этапе. Там коллективы будут определены в две группы, внутри которых пройдут матчи в формате Best of 3. Четверка лучших отправится в плей-офф, где в сетке типа Single Elimination пройдут бои в формате Best of 5. Победитель соревнований получит вполне внушительные 30 тысяч долларов. Серебряный призер разбогатеет на 10 тысяч. Ну а обладателям третьего и четвертого мест достанется по 5 тысяч долларов каждому. Ну а теперь давайте уже наконец поговорим о главной новости последних дней. Да ладно, не делайте вид, что не понимаете о чем я. Об одном из важнейших ивентов года для всех поклонников компьютерных игр. Вот о чем я. Настал долгожданный для всех геймеров конец сентября. А это значит, что традиционно в Крокус-экспо проходит Игромира и Комик-кон. Мы решили с самого первого дня ввести вас в киберспортивные подробности этого года. Ведь их было немало. Поехали! Итак, в этом году стендов предостаточно. Проводятся различные турниры, как для прогеймеров, так и для новичков. Было бы желание. На нашем стенде уникальная система. Мы выдаем каждому участнику, кто желает, карту. Карта квест, которая, если они выполняют некие условия вокруг нашего стенда, много разных категорий. Когда они их выполняют, мы им даем наклейки. Если они запомнят все наклейки, так, соответственно, они получат либо гарантированный приз, либо в конце не могут поучаствовать в супер-лотереях, где они смогут выиграть самую последнюю модель ноутбука Батленова. В этот раз мы просто хотели бы, чтобы у нас остались хотя бы призы и подарки к третьему дню. Потому что действительно люди выигрывают, развлекаются, и у нас очень большая проходимость, и хотелось бы это увеличивать, довести подарков, и чтобы все-все остались довольны, и все были счастливы после этого игромера. Привлекательен игромер еще тем, что помимо огромного количества мониторов, в которых виднеется то Дота, то КС, можно вживую встретить героев этих игр. Конечно же, речь о косплее. Наш корреспондент Карина решила изучить матчасть и выяснить, какие скиллы необходимы в этом нелегком деле. Девчонки, привет! Привет! Скажите, пожалуйста, о кого вы косплеите? Это наш Мипа из Дота 2. А, из Дота 2. Слушайте, у вас так много, вы такие классные, маленькие. А вот что вы должны сделать, чтобы тоже стать косплеей? Крутой? Конечно, я хочу быть крутой косплеей. Ты косплеищицей Мипа. Ну ладно, хорошо, чтобы быть косплеищицей Мипа, что нужно сделать? Нужно быть похожими на нас. Видите, мы почти все одинаковые. То есть я просто не подаю до 100%, да? Ну, наверное, так если мы все каблуки оденем, то может быть. Подстроимся под вас. Отлично. Девчонки, хорошая вам игра мира. Классных фоток, спасибо большое. Очень милые. Спасибо. Спасибо. Знаешь, здесь косплей просто неимоверное количество. Мне кажется, стоит сумасшедшим денег. Мы его, кстати, спросим. Пойдемте спросим. Девчонки, привет. А может, нас побеспокоит немножко? Да. Скажите, пожалуйста, на кого вы косплеите? Эвелин из Лиги Легенд. Ага. Акали из Лиги Легенд. То есть вы любите Лол? Да. Все серьезно. Слушайте, девчонки, ну вот я задалась таким вопросом. Скажите, а сколько вообще стоит крафт? Вот силы, время, деньги. Сколько у тебя денег ушло на все крафт? Конкретно у меня у этого костюма ушло 10 тысяч рублей. Но это все зависит от сложности костюма у тебя. А у тебя? Ну, примерно сколько же. Плюс у меня еще оружие, которое сейчас со мной. Компания тоже. А по времени сколько это примерно? Месяц. Ну, все по-разному. У меня вот костюм был сжатый срок, и мне нужно было в конкурс позадаться. И я сделала костюм за три дня весь. Сделала, не спала, не ела. Сделала костюм. Ну, это просто ваши обиды. То есть вы хотите сделать, вы хотите прийти в образе. И слушайте, ну вы большие молодцы, девчонки. Хороших вам фотографий на этом игромире. Шикиете, вы очень классные, молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Ну и куда же без стенда гейм-шоу? В этом году на нашей сцене подготовлено столько активностей и подарков, что должно хватить всем пришедшим. И первый день на удивление прошел очень насыщенно. Хотя пусть об этом подробнее расскажут наши ведущие. На нашем стенде сегодня на протяжении всего дня проходили финалы крупнейшего, вернее, даже единственного крупного турнира в СНГ для непрофессионалов по дисциплинам Хардстоун и Дота 2. Соответственно, ребята сражаются за призовой фонд не кухры-мухры, почти там, сколько, 700 тысяч рублей, почти там, по 325 на каждую дисциплину. Вот, таких денег, как бы, нон-про не видывали никогда. Да, отличный шанс для ребят попасть в старсерию, отличный шанс как-то выбиться наверх и стать новыми, возможно, грандами из Киберспорта. Если не сумаилами, то хотя бы колдунами, а? По Хардстоуну сегодня проходили два матча полуфинальных, соответственно, и еще один матч нижней сетки. И сегодня определился как раз-таки человек, который занял четвертое место. Ей оказалась жительница России, девушка, мисс Панка с никнеймом. Вот, не совсем уверенная игра была в некоторых местах, но на общем уровне очень даже неплохо. Тем более, что она все равно заработала деньги, даже заняв четвертое место. Ну а завтра, завтра нас ожидает как раз-таки финальная игра по Хардстоуну. Два матча и финальный матч будет суперинтересно. Ну а чтобы убедиться в этом лично, приезжайте на Игромир. Призов и киберспорта хватит на всех. И я даже не шучу. Приезжайте скорее, пока не закончился. Слышите? То-то же. А на сегодня у нас все. С вами была Мария. Всем отличных выходных. Не скучайте. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова